Тут недавно наткнулся на некий смысловой тупик, смысловое несоответствие. Потому что смотрел Матвея Гонопольского, он в свойственной ему журналистской манере задал вопрос Антону Герасченко. По поводу Моторолы плачете, наверное, там слезы утираете. А Антон Герасченко и отвечает. Вы знаете, на самом деле Моторола был пуском местом и его просто использовала российская пропаганда. И вот я подумал, человек был никем, вот уже трое суток о нем говорят, 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 пишут, пишут, пишут. И как бы не испадает, причем с первых страниц украинских СМИ, с экранов украинских ТВ. Человек был никем, что вы тогда о нем говорите? Что так тогда воспринято все было? Никто так, что там говорить, правда? Вот, о ником провели расследование сильное, мощное расследование провели на канале 1плюс1. Они решили найти бабушку первой жены Моторолы. Нашли в селе. Я же ее бачила раз, откуда я знаю, кого убили, кого прибили, кого вынесли, что сделать, поховали, откуда я знаю. Бабушка много информации дала, это нужно как раз таки украинскому зрителю. И настоящее журналистское расследование. Дальше нашли какую-то девочку, девочка сказала, что она плакала, потому что Моторолу убили. А я только вчера узнала, что погиб ее муж. Я вчера тоже плакала, как бы, ну, как, тоже расстраиваюсь. Она всегда не собирается возвращаться. Лицо замазали, некоторые неадекваты в комментариях начали писать, дайте нам ее лицо. На самом деле, по всей видимости, это ребенок вообще. То есть, эти журналисты-расследователи нашли бабушку, которая вообще не в курсах, вообще ни о чем. Потом ребенка. Нет, стоп, они нашли еще одного человека, очень важного. А Моторолу бачила тут? А что это такое? Важный свидетель и расследование такое мощное, это именно то, что нужно украинскому зрителю. Следующий сюжет этого же телеканала на радость полякам и всем тем, кто еще не понял, что произойдет, если наши поедут. Как за эмигрантки без документов перетвориться на бизнес-вумен в ЕС. Героиня наступного сюжета в межах цикла «Бизнес по-европейски» Людмила Петренко. Ого, это что, спросите вы, это то, что вы подумали. Они на одном из центральных телеканалов страны пропагандируют нелегальную работу за границей. Езжай, можешь документы с собой даже не брать. Перебирайся через границу, переплывай под водой. Потом станешь бизнесменом или бизнесвумен. Вона решила залишиться в Польщі без паспорта и с маленькой донькой на руках. Теперь вона властниця центра эстетики в Кракове и авторка уникальной методики массажа. Видишь, как это все просто. Ты тоже можешь секс сделать и тоже станешь богатый, успешный. Много денег, много счастья. Я думаю, что они так решили, наверное, оставить в стране миллиона два, наверное. А остальные пусть разбегаются, кто куда может. А кто тогда им бюджет будет наполняться? Дети-муравьи денутся, которые будут носить крохи к их столу. Следующая информация, опять-таки, а не ком, потому что украинские СМИ подхватили историю. Мол, в Абхазии взорвался соратник Моторолы. Возле Абхазского телецентра взорвался подельник террориста Моторолы. Со ссылкой на мощное какое-то издание. Вот, в Абхазии случайно подорвался поп личных Моторолы. Вот само это издание, которое это сообщило. Сухумский террорист оказался соратником Моторолы. Правда, потом эта информация была опровергнута. Ее назвали фантастической и нелепой. Проходит еще 9 часов и... И вот уже телеканал 2 плюс 2. Это тот же 1 плюс 1, только 2 плюс 2. Сообщает об этом как о факте. Представляете, пофиг на те опровержения. Сообщаем. Сухумский террористов Сергея Торосенко, подлеглей покойного ватажка донбасских сепаратистов Моторолы. Опять переносимся в новости. А там сообщают, что волонтер Жемчугов... Подождите. Освобожденному из плена волонтеру Жемчуг. Волонтеру? Какому волонтеру? О чем они? У вересня минулого року, нагадаю, волонтер был важко пораненый, вибухом мини, через что майже ослеп та втрата в кинцовке. А его опять волонтера превратили. Я просто не слежу за эту историю, этого Жемчугова сказочника. А оказывается, он опять стал волонтером. По-видимому, они смотрят внимательно шире, и поняли, что немного накосячили, когда назвали его партизаном, по сути, диверсантом. Раньше же был диверсантом. Украинский партизан на Луганщине был тяжко пораненый. Он был украинским партизаном на Луганщине и узнав поранень, когда вернулся с боевого задача. А тут, по всей видимости, умные люди посмотрели и шепнули им, ой, подождите, он же должен жалость вызывать, а он рассказывал, как они похищали российских солдат, наверное, потом секир башка им делали, и вуаля! У вересня минулого року, нагадаю, волонтер был важко пораненый, вибухом мини. Не, не думайте, что это просто манипуляция. Знаете, для внутреннего потребителя партизаны взрывать мост, убить солдат, а для внешнего, там же жалеть должны. Так он просто, просто волонтер. Это не манипуляция, это диалектика. Диалектика. С диалектикой все хорошо у народного депутата Верховной Рады, казака бывшего, экс-казак Гаврилюк, экс-казака Гаврилюка. Его спросили, как остановить вообще войну на Донбассе? Он дает свои рецепты. Залагодите конфликт на Донбассе? Я думаю, что нам нужно вооружить нашу армию летальными оружием, дать Россию российским войскам по зубам. То есть понятно, парламентарий услышал эту фразу про летальное оружие, и оно ему понравилось, ну как бы летальное оружие. И он повторяет эту фразу для того, чтобы выглядеть умнее. Иногда у него это не получается, ибо, ну, оружие априори, как бы летальное у нашей армии, или какое. Но бог с ним, с Гаврилюком, один из самых честных депутатов Верховной Рады. Не было бы еще вот этого вот попытки там летально сброя, то вообще цены бы ему не было. А теперь давайте посмотрим, что предлагают украинцам, исполненным гидности украинцам, для того, чтобы сэкономить. Потому что платежки придут веселые, надо как-то срочно что-то решать. Первое. Приймайте ванну только один раз на тиждень. Можно, в принципе, ванну принимать не раз в неделю, а раз в месяц. Тоже от этого ничего ж. Люди не умирали от этого. В інши дни краще приймайте душ по пять хвилин. Мне интересно, как скоро они начнут рассказывать, что в Европе так и делают по пять минут душ. Вот я, настоящий европеец, допустим, моюсь в душе, извините за подробности, пятнадцать минут. А могу и двадцать. Стоять, думать о чем-то. Но я, наверное, не настоящий европеец. Настоящие пять минут. Шесть минут помылся, попал в лаве. Так само, дети, коли мыете посуд. Наберіть воду в тазик чи умывальник. Використовуйте менше мыючого засобу. Ой, на сэкономленные таким образом деньги купите машину через 168 лет. Изміть звичайну пляшку, можна литрову чи двухлитрову, в залежности від об'єму бачка, та покладіть її всередину. Так ви точно зэкономите. А, на сэкономленные таким образом деньги шубу жене к 85-летию. Но вот мы включаем другой канал и вдруг начинаем понимать, что это не просто случайность. Это темник спущенный сверху. Вот такая вот тема теперь. Пусть эти лохи экономят, потому что мы не знаем, что потом с ними делать. В условиях водного дефицита уже живут большинство стран Ближнего Востока. Воду там закупают у соседних государств. Это они украинцам. В Украине рассказывают, смотрите, много стран уже вообще без воды. Офигеть. Украина. Казалось бы, запасы воды у нас неисчерпаемые. Но это миф. Поэтому сравнение с Афганистаном, где с водой трудности, вполне корректно, не думая там себе ничего. Потом эксперт объясняет, что вообще скоро кирдык. Просто дожди перестанут выпадать. Ааа, мы все погибнем. Ну и дальше советы. Я принимаю душ вместо ванны. Это в три раза экономнее. Что-то знакомое, да? В современных смесителях установлены аэраторы. Аэратор. Его цена колишется от 50 до 200 гривен. Когда стираю белье, загружаю полный барабан. Это тоже экономит воду. Если запомнивать их полностью, чтобы барабан не остался напевпорожним. Когда чистить зубы, не держу все время кран открытым. Чистить зубы с закрытым водой. Не держите воду постоянно открытым. Экономить воду в туалете поможет система раздельного слива. Встановить в туалете экономный зливный бачок. На таких бачках есть две кнопки. Натиснувши один. Но не подумайте, что они спускают эти темники на самом деле, потому что так сильно волнуются за вас. Они волнуются, чтобы не было народных волнений. Они, вот дай им волю, они вам будут советовать вообще не мыться. Завтра выйдут передачи, где расскажут, что мытьем вы смываете из себя дугидности, к примеру. Майдан и дугидности, который осел на вас, он вас будет охранять всю жизнь. Не мойтесь и зубы не чистите. Воду можно не сливать. Для чего улица нужна? Вышел под домик, навалял, да и все. Они только об этом и заботятся. Кстати, по поводу навалял, да и все. Перенесемся на места, давайте, в Полтавскую область. Там уже экономят. Объем стандартной ванны 250 литров. Отже, за сеанс купания маємо сплатити 18 гривень. Или 65 евроцентов. Ого! Таке задоволення пенсионерка Зінаїда може дозволити собі нечасто. Жінка живе в багатоповерхівці, лечильник на воду має. Я б дуже хотіла, щоб всі ненавистники цього поганого шарія сіли у екранів і задали самим себе вопрос. Слушай, що ми построили вообще? І нормально ли ми построили, де приєм ванны считається удовольствием, від которого отказуються пенсіонерки? Воду я якось, ви знаєте, економлю. Я зря її нигде не тракую. Я віддеречка ось понабирала водички, утром встала, понабирала бігом, щоб мені хоч було цілий день, щоб я могла з крана не трогати хоч. І то, воно якось туди так виходить. Вот тут я немного не понял, потому що водички то в любом случае з краніка, какая разниця? У мене одно объяснення є, що, возможно, она спустилась і пошла где-то в многоквартирному домі, пошла где-то набрала в бюветі для того, щоб принести дому і використовувати воду з бювета дому. І в туалет же так само я ходжу. Коли змиваю, коли не змиваю. Ну а що робить? Жизнь така. Ну що, коли змиваю, коли не змиваю в туалеті, це жизнь такая, ну, класна жизнь. Європа все ближе, ребята. Ви уже почти в нее вошли. А пока что в ваш мозг входит супер-пупер соціальна реклама. Не зрозуміла. Не зрозуміла? Не зрозумів. Смисел в чем? Не заплатил, у тебя все заберут. Мама, тату, ви знову не заплатили за гарячу воду і тепло? Тут такая же, встрепінулася. Люби, а ти заплатив? А? А ти заплатив? Звичайно. А ви понимаете, що вот эта реклама стоит денег? За то, чтобы вот это сделать, деньги платят. Жаль, ви не зможете полетіти. У вас велика заборгованість за гарячу воду та тепло. Ну, мама! Ну, мама! Я думаю, що скоро уже не будуть в метро пускати должников, как там предложил Кабмін, да? В розсрочку, в розсрочку можна платить за коммунальне. Я думаю, що скоро начнут из университетов должников отчислять. Ну, а как ще заставить їх платить? Щоб вони почки продавали і платили! Ну, ладно, хватить негатива, а теперь щось-нибудь хорошего. Для поднятия боевого духа я вам покажу, як заседає Глуховський горсовет. Ми не так на говно говорили за этого француза, который приехал, рассказал, що він представитель семьи Терещенко. На основі цього получил паспорт украинського гражданина і стал мэром Глухова. Он научился читать. Оболошую про викриття першого пленарного заседання четвертой сессії Глупівської міської ради. Прекрасно вписався уже в антураж. Он отлично знает, що надо делать перед открытием сессії горсовета. Он отлично знает, що надо делать перед закрытием сессії горсовета. Всего вам хорошего, друзья. Я вижу, що хорошего і так много, но з избытком хорошего не бывает.